В январе православные отмечают два важных церковных праздника – это Рождество Христово и Крещение. Об этом в течение 15 минут мы поговорим с благочинным города Бердска, отцом Владимиром. Здравствуйте, отец Владимир. Здравствуйте. Отец Владимир, расскажите, что мы празднуем в день Рождества? Какая история у этого праздника и значимость его для православного человека, верующего? Для всех людей это очень значимое событие, поскольку все от Адама и Евы, мы все помним, что Адама и Евы из рая их изгнали за непослушание, за то, что они исполнили одну заповедь. И вот пришел Спаситель мира для того, чтобы людей спасти и дать возможность войти в жизнь вечную. Мы все понимаем, что временно на земле. Особенно пандемия так надо понять, что не только до 100 лет доживает сейчас, а сейчас умирает даже и гораздо меньше, прожив 40, 50, 60 лет убирает. То есть мы здесь временно на земле, но смерть — это не конец бытия. Как мы пришли из одного мира, из утробы матерни, спасеться, так мы уходим потом в другой мир. Но здесь мы должны в время земной жизни успеть приготовить себя к Царству Небесному. Вот Господь и пришел, Сын Божий, стал человеком таким же, как мы, чтобы нам дать возможность получить возможность войти в Царство Небесное, жизнь вечную. Вот родился он простым младенцем, таким же, как и мы, в убогой пещере, чтобы люди всякого звания, сословия могли прийти, поклониться ему. Ожидали, были пророчества. И вот настало время, что родился Спаситель мира. И вот мы даже имеем новое летоисчисление, когда спрашивают людей, а сколько лет назад родился Христос? В недумении некоторые, мы не знаем, нас не учили этому. Хотя у нас на календаре 2022 год уже от Рождества Христова. То есть событие это имело значение огромное для всех людей, для человечества. И поэтому и православные люди, и католики, и инославные, скажем, люди, которые Христа вспоминают, их много разных верований, они все почитают Спасителя мира. Поэтому мы говорим, что для всех, для нас Господь все сделал необходимое ко спасению. Ну, учил, наставил. Кроме того, еще нам показал, что вот через жертвенную любовь, крестный Голгофий претерпел, жертвенную любовь явил, что через эту любовь жертвенную мы также друг другу можем служить, помогать. И больше такой любви нету, если кто душу свою отдаст. Так вот мы хотя бы могли бы потерпеть друг друга, простить, уступить. И все нам необходимое ко спасению Господь сделал. А нам остается только одно. А ответить на его любовь и быть такими же добрыми, щедрыми, внимательными и готовыми служить ближним нашим. То есть воля наша должна быть, желание наша должна быть. Не только на земле земное все собрать, а мы хоть что соберем, оно останется здесь. Наступит час смерти, и все останется здесь. С чем пройдем туда в жизни вечную, зависит от нас, чтобы мы подготовились. Поэтому Евангелие нам говорит, благая весть, о спасении. Не о наказании, а о спасении, что можем войти в Царство Небесное. Поэтому праздник Рождества Христова, это не просто один день. Это святки, святые дни, где мы можем и должны бы их свято провести. Не только как в каких-то, скажем, как некоторых гаданий, нужно погадать в эти дни. Но это как раз именно чего делать не нужно. А это радует кого? Лукавого демона, дьявола. Потому что противник воли Божией. В эти дни святые, когда мы должны все-таки молиться у Бога, творить добрые дела, некоторые девицы, они обращаются к гаданиям. Но не к Богу обращаются они, потому что в книгах по гаданию там рекомендовано, что кто хочет погадать, крестик себе сними, на ночь Богу не молись, и тогда читай вот эти тексты. Мы должны задуматься, а кому мы обращаемся тогда в эти дни. То есть эти дни святые должны быть. И дай Бог, чтобы мы понимали, и жизнь наша должна пройти в святое. Каждый день мы должны напомнить о том, что Господь рядышком с нами. Призови имя Божие, Господь поможет. Но напоминание, хоть иногда там нужно, поэтому вот в году хотя бы однажды вспоминаем Рождественное Слово. По поводу Пасхи мы вспоминаем не только праздник Пасхи весной. Каждый воскресный день это малая Пасха. Напоминание нам, что мы люди хоть и смертные, но мы ожидаем, что наступит воскресенье, и все мы встанем для вечной жизни. Если бы с Богом мы общались в течение нашей жизни земной, причащались, каялись, ходили на покаяние, ходили на богослужение, то есть в Дом Божий приходили. Церковь — это небо на земле. Вот тут мы, получается, хотели быть своими Богу ближними. И когда наша душа уже выйдет из нашего тела, то тогда она сама, скажем так, устремится к Богу, потому что жил с Богом, и Господь примет его душу. Кто верует в меня, Господь говорит, тот спасен будет, а кто неверующий, тот погибнет. Но есть другая область, где нет Бога, нету света, нету любви, нету тепла, где тьма кромешная. Вот это ад. Для тех людей, которые и зло творили, только для себя жили, в свое удовольствие. Поэтому дай Бог, чтобы мы понимали, что все нам Господь сделал. И праздник, вот эти богоеврения, святые дни, он упоминает нам об этом. Подарки мы получаем в эти дни Рождества Христова от святого Николая, который есть в Санта-Клаус, в современном такой исполнении. Хотя мы помним, что Николай, чудотворец, был епископ. Помогал людям. И даже на открытках до революционных есть такие изображения, что епископ, в одежде епископа, он приходит и подарки детям раздает. То есть дарит. И мы привыкли к этому. Нам нравится дарить, потому что блажение отдавать, нежели получать. Радостей больше получаем. Тоже момент такой. Господь дал нам, Отец Небесный, силы Своего, чтобы мы, верующие в Иисуса Христа, Сына Божьего, имели веру и не погибли, но имели бы жизнь вечную. Вот поэтому мы отвечать должны бы. И люди верующие, и те, которые люди сомневаются, пока стоят на пути. Ведь всем нравится жить в мире, в согласии, в счастье, в семье, с ближними, с друзьями. А это необходимо нам. И терпеть, и уступать, и прощать, и быть готовым пожертвовать временем, каким-то теплыми словами. Вот для этого нам напоминание тоже. Чтобы подарки мы не только сами принимать любили, но и отдавать их. Не только подарки, скажем так, вещественные, но и духовные. Потому что хочется нам пообщаться с человеком, и мы общаемся с тем, у кого тепло, скажем, с ним общаться. Доброе слово, внимание, благодарность, уважение. И, конечно, встречаем мы человека по одежке, но провожаем это по уму. То есть такая пословица. То есть мы должны понимать, что провожаем мы человека, или расстаемся с ним, вспоминая и оставляя впечатление, его нрав, его привычки, его характер поведения, его общение, слова, благодарность, уважение, все не складывается. Поэтому дай Бог, чтобы мы это уже понимали. Все это у наших дедов, прадедов было, потому как они почитали Отца Небесного, как своего Отца, Матерь Божия, как Матерь Свою, уважение к Отцу Небесному, уважение к Матери Божией. А потом все это слагалось на уважение к папе, к маме, ближнем, по заботе о ближних, взаимное уважение, взаимнодлагодарные, взаимно теплые слова. Нам только от этого счастье будет. Мы ищем этого. Так вот свое счастье в жизни другого человека, где мы можем поддержать, с плачущими поплакать, с радующимися порадоваться, и это всем нравится. Поэтому дай Бог, чтобы это общение мы тоже искали, стремились. И вот, конечно, в эти дни пандемии, в прошедший год, мы видели, что многие люди болеют, и опять же, есть много людей, которые помогают им. Это медики, это врачи, это волонтеры, которые помогали тем, кто нуждается в помощи. Им особенно благодарность. Они именно исполняют то, к чему Господь нас призывает. К щедрости, к милосердию, к уважению, к заботе друг о друге. И вот этого дай Бог, чтобы больше, и стали ценить больше здоровье телесное, и духовное тоже. Потому что есть еще духовное здоровье в том плане, что человек готов послужить, готов проявить внимание. И мы тем более благодарны особо этим людям. А нужно ли соблюдать пост в эти дни? Нет, в эти дни в святке как раз пост отменяется ради праздника великого, чтобы пост это воздержание. То есть перед Рождеством было время поста, чтобы мы могли немножко научиться воздержанию. Напомнить себе, что мы тоже должны сдерживаться, терпеть, отказывать себе не только в пище, но и себя остановить, суметь, когда мы, может быть, думаем с кем-то поругаться, поссориться, обидеться на кого-то. То есть задуматься, что это болезнь наша, мы болеем от этих наших же грехов. Потому что если мы на кого-то обижаемся, на кого-то сердимся, бываем злопамятны, и другому человеку от этого, мол, не страдает, не болеет. Болеем мы, страдаем мы. Болезни телесные, духовные, а потом телесные. Мы не спим, аппетит пропадает, мы худеем, страдаем, болеем. Кто виноват? Да мы сами виноваты. Поэтому нужно задуматься об этом, и церковь напоминает. Не надо этого делать. Нужно прощать. И прощение, которое мы другому человеку даруем, оно и нам вознаградится, потому что Господь говорит, если вы будете прощать, и вам, Отец Небесный, простит грехи ваши. Не будете прощать, и вам не простит Господь. Поэтому все зависит от нас. И мы должны это напоминать, вспоминаем это, и молитвы, вот что нашим мы просим, остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. То есть некоторые молитву читают, знают, но забываем об этом, что нужно прощать. Давайте теперь поговорим о крещении, какие события легли в основу этого события, и что все это значит для верующего человека, опять же, что нужно, что должен делать верующий человек? И поскольку из воды все сотворено, мы читаем в Библии, из воды все сотворено, здесь Иисус Христос пришел на Иордан, где Иван, предтеча, крестил людей. Но прежде этого каялись люди, приходили, раскаялись в грехах, и он водой омывал их, как бы смывал, видимым образом проявляя, что вот так же смываются с души те грехи, в которых мы раскаиваемся, просим прощения и хотим справиться. Для нас это тоже самое таинство совершается, крещение это первое, что у Господь отсветил воды Иорданские. И в этот день, в праздник погребления, крещение Господне, все воды, везде, по всему миру, они освященные, святые. И где бы мы не взяли водички в этот день, она везде вся освящена. Но в храме приходим мы, потому что иногда бывает такое, некое такое наше маловерие, что вот если мы не помолимся, то Господь не сделает этого чуда. Мы молимся, просим у Господа, чтобы Господь благословил, воду освятил, и всякая, кто будет эту воду пить, принимать, умываться, и будет ему выстрелить души и тело, в очищении домов, чтобы мы могли дома свои окропить водой святой. Не только в праздник этот, а вообще регулярно это делать. А пить каждый день. У нас воды примерно по центру 75-80, и мы эту воду принимаем святую, которая стоит у нас дома в баночке, и мы, многие святые, годы стоят, десятки лет стоит вода, и не портится. То есть святость сохраняется, и мы к этой святой воде прикасаемся, пьем ее, чтобы хоть немножко нам осветиться тоже, очиститься, по нашему желанию. Или мы хотим, только когда зуб заболит, или печень ркальнула, попить водички этой. Это редко бывает. А если регулярно пьем, мы каждый день об этом вспоминаем, и просим каждый день, Господи, освети наш ум, чувства наши, и дела наши, Господи благослови. Вот для этого совершается крестное знамение с просьбой о том, чтобы Господь нам помог, нам благословил. Ведь мы имеем дар слова. Благословение, которое мы кому-то говорим, детям, своим родителям говорят, с Богом ради, помоги, Господи. Ведь Господь совершает все то, что мы просим. Господи, благослови, Господи, спаси и сохрани. Бог помощь вам, ангелам-хранителям. То есть наше пожелание, наше благословение, мы имеем дар слова. Поэтому дай Бог, чтобы мы об этом не забывали и щедро друг друга одаривали этим благословением, призывая имя Божия Иисуса Христа. Мы каждому человеку желаем благословения. Дай Бог здоровья вам, помощи Божией, вашим деткам, чтобы на работе были все хорошо. Дай Бог вам здравия, а усопшимся в Царство Небесное. То есть человек скажет и тем самым обнимет благословением, благим словом, всех родных, друзей, знакомых и даже усопших. Вот нам об этом тоже нужно заботиться, чтобы эти благие и добрые слова, они тоже чаще из наших уст исходили, потому что чаще благословляли мы. Мы имеем возможность этого. Обязательно ли людям окунаться в прорубь в этот день? Не обязательно. Не обязательно, потому что это вода святая и в кране водопроводном, и в душе, где бы ни было, мы можем взять водичку, сделать тепленькую себе, комфортную такую, умыться, или хотя бы умыться ею, или в дужке. Она везде освящена. Поэтому в этот день она всюду везде освящена. А в прорубь люди приходят, ну и ордань такую устраивают, что ведь целиком же мы, скажем, ну у кого есть ванна, у кого есть душ, могут это сделать, а у кого нету. Ну если хочет, пожалуйста, некие люди купаются, что Господи, не только голову мою там или ноги мои, или лицо мое, я хочу весь окунуться, чтобы с головы до ног меня Господь все омыл, освятил. Но это не как таинство крещения, а именно воспоминания. Традиция такая добрая есть. На Иордан люди приезжают, и там в Иордане обязательно стремятся тоже в воду окунуться, прям погрузиться там, где Иисус Христос был крещен. Одевают рубашки такие длинные, до самых, уже скажем, до самых уже пяточек, и эту рубашечку ее хранят. Потом, чтобы с ней, с этой рубашечкой, или в нее, скажем, одели его, когда он приставится, уже душа выйдет, и похоронили в этой рубашечке. Женщины, мужчины, то есть имея благоверие, такое отношение к тому, что вот там, на Иордане, Господь осветил воду, и вся вода освящена. И мы хотим к этому прикоснуться, хотя бы душой и телом, и запечатлеть на себе все это, в памяти своей. Не только, когда, вот скажем, мы живем, а когда и уходим из этого мира, мы идем-то к Богу. Живем ли Божьи мы? Умираем ли? К Богу идем. А это напоминание нам, церковь и напоминает, что мы помнили об этом. А наше предкоставленное летоисчисление от Рождества Христова, о том, что мы воскреснем, это в календаре воскресенья Христова, праздную Пасху, а тут воскресный день. Все напоминается, только, человек, посмотри, рядышком все есть, что вспоминал. Что бы вы пожелали Берчанам в преддверии этого праздника? Нашим Берчанам хочется пожелать и жителям, и гостям нашего города, и вообще всем людям, чтобы вспоминали почаще о Боге, призывали имя Божие и Господь рядышком, потому что у нас есть воля свободная, и все зависит от нее. Хотим мы получить, чтобы Господь помощь нам оказал, просите, и дано будет вам, чтобы чаще призывали благословения друг на друга, друг другу желали благословения, детям, родителям, взаимно, чтобы мужа, жене, жена мужа, благословляли и просили Господи благослови, сохрани, это очень важно и нужно, это опять же дар слова, мы имеем эту молитву, краткую помощь, желаем человеку, имя Божие призываем, здравия хочется пожелать, душевного, интересного, всем нашим жителям, чтобы именно вспоминали почаще о Боге и благословение Господне добудется всеми теми людьми, кто призывает имя Божие, просит, и все получит то, о чем просит сам, ближним своим, себе, здоровье, душевное, интересное, взаимопонимание хочется пожелать и чтобы больше было людей, готовых помощь оказывать, потому что очень нуждаются люди, особенно в одиночестве находясь, в изоляции, кто-то вынужден там быть на карантине, дома сидит, и он понимает, что как важно общение с другими людьми, и этого не хватает. Мы раньше, скажем так, не так ценили этого, сейчас ощутили голод в этом, очень нужно, чтобы чаще общались, чтобы чаще друг друга обнимали, целовали, друг другу догорели теплые слова, пока живы мы, потому что мы понимаем, что иногда момент настекает, что заболел человек, и потом раз, его и не стало. Хотя могли бы ему, вспоминаем, одарить многими теплыми словами, поблагодарить, обнять, похвалить его, поддержать его, утешить его, но мы часто где-то забываем об этом, чтобы были щедренно добрые и теплые слова друг другу. Спасибо за беседу. Спасибо, Господи. В течение 15 минут мы говорили о двух церковных праздниках Рождества Христова и Крещения с благочином города Бердска отцом Владимиром. Вы смотрели программу 15. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин